Вот я хотела спросить, вы уроженец города Грозного? Да. А когда вы родились? Я в 85-м году. Я в 71-м. Так, ну вы меня достаточно старше. То есть у нас вот в моем раннем детстве все было в порядке, потом началась вот эта страшная смута. Что было в вашем детстве во дворе? Много ли проживало в Айнахов вообще, чеченцев, ингушей, или их не было тогда в Грозном? Нет, все было точно так же, как и в вашем детстве, один к одному. Потому что, в принципе, ну я по подъезду своему сужу, у нас была девятиэтажка, ну магазин богатый, представляете этот дом? Да. Вот, ну вот у нас в подъезде девять этажей, ну там восемь жилых, первый этаж там, ну где-то треть жителей подъезда это в Айнахе. Угу. Треть. Не половина, а именно треть. Ну а отношения как были? Вот вы праздники вместе справляли, нет? Ну я бы не сказал, что праздники. Отношения нормальные, абсолютно были. Все друг друга знали. И, в принципе, мы почти все в одной школе учились. У нас в торце дома была 18-я школа, где мы все учились, поэтому и по школе друг друга знали. И благодаря этому во всем доме я многих знал, не только в подъезде, а во всем доме я знал многих. Или там еще было такое, что, например, моя сестра на три года младше, с ней учились братья, сестры моих одноклассников. Мы до сих пор общаемся. То есть вообще вы их заметили или нет? Что, допустим, какие-то люди с гор стали приезжать, какая-то ненависть, какой-то вот непонятный просто такой посыл, знаете, что все убирайтесь, все не люди. И вот я с этим столкнулась очень сильно после Первой войны. А до Первой войны я была такая маленькая, что когда пришел к нам Дудаев, приехал, он же там с нами не жил, а со своей семьей, мне было 6 лет в 91-м году. То есть что бы там ни происходило, я этого не понимала. Я это помню хорошо, потому что 91-й год, когда путь случился, я был сам в Курске. Вернулся я где-то 19 или 20 августа в Грозный. И вот в этот момент победа над путчем в Москве, и сразу начались митинги в Грозном, что надо менять власть в Грозном. И я это прекрасно помню. На площади Ленина был митинг, а у меня бабушка жила сзади дома Моды на проспекте Победы. И вот я пешком шел к ней, проходил по площади Ленина, смотрю, там опять митинг идет, ну не помню уже лозунги, не прислушивался. А дальше, ну я у ней побыл, там часа 2-3 где-то, и уже вечером возвращаюсь, иду, смотрю, бац, а памятника Ленину нету. Его в течение этого дня уже снесли. И его сбросили около моста через Сунжу, вот где президентский дворец, вот этот мост, его вот туда отволокли и сбросили в Сунжу, в памятник Ленину. Вот с этого момента, собственно, и началось, потому что там в этот же, ну в августе, в августе-сентябре снесли памятник Ермолову. Вот эта землянка, где он жил, там бюст его стоял. Тогда же штурмовали дом политпросвещения на улице красных фронтовиков и выкинули из окна председатель, он был как этого, исполкома городского. В окна вылетали депутаты при разгоне парламента. Да, 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 а он погиб. И я хорошо помню, опять-таки, то ли я к бабушке шел, то ли просто я в городе был. И я помню, как его хоронили, его несли из этого дома политпросвещения по красных фронтовиков, и я до сих пор помню, я никогда таких похорон в Грозном не видел, гроб был покрыт красным знаменем, которое свисало даже по бокам. То есть вот как коммунистов, там, погибших в революцию, Баумана хоронили так, насколько я в курсе. Вот его точно так хоронили, это я запомнил прекрасно. Куценко, Куценко его фамилия была. Я вот другое все-таки хотела спросить. Вы лично, ваши знакомые, ощущали ли какую-то ненависть, либо неприязнь от людей до войны? Потому что очень разнятся... Ну, самые разные люди рассказывают по-разному. Разумеется, чеченцы вообще категорически против, чтобы я рассказывала о каких-либо притеснениях, уж сколько угроз на этот счет получала. А русские люди рассказывают по-разному. Кого-то притесняли, женщины жалуются на насилие, там, самое разное, мужчины на... Ну, это я могу ответить однозначно, потому что у меня сестра училась в пединституте. Это на проспекте Арженикидзе, помните, напротив Татабанье кафе, там пединститут был, ближе к кинотеатру юбилейный. И мой отец ей запрещал красить губы, носить там какую-то такую привлекательную одежду именно во избежание, чтобы, не дай бог, там никакого насилия над ней не было. То есть опасность такая была. Понятно, что она не на пустом месте была. Второй момент. Потом уже отец у меня работал в СПКБ «Нефтегазпромавтоматика» в микрорайоне, замдиректора. И там тоже начали говорить, что негоже, типа, не зная чеченского языка, занимать такую высокую должность. Это я тоже помню, что такой разговор был. Но это уже был 92-й год. Я уже уехал, но я приезжал к родителям, и они мне рассказывали. Ну, на себе я помню прекрасно, как дрались там. Ну, по детству-то все дрались, но именно вот с национальным оттенком драки именно где-то вот 91-й год начался. Ну, вот у Александра Исаевича Солженицына есть статья. Она называется «В Чечне». Он пишет там ужасающие вещи, что людей выбрасывали в окна, что людей убивали целыми семьями. Это чуть позже. В 91-м этого еще не было. То есть это после войны или это еще до войны, но позже? То есть 93-го, 94-го? Еще до войны. Потому что в 93-м году практически все мои русские одноклассники, друзья, они все покинули Грозный. И это именно из-за того, что обстановка уже ухудшилась очень сильно. Потому что я-то уехал в 91-м, в самом конце. Вот когда Конкалика убили, меня как-то это торкнуло, думаю. Но если жизнь ректора ничего не стоит, то жизнь студента тем более ничего не стоит. Ну вот как-то у меня так мысль была построена. И я уехал в начале декабря 91-го. Но я в 92-м приезжал к родителям несколько раз. Второй раз я приехал, в 92-м никогда не забуду, поезд Москва-Грозный. Он опоздал. И приехал на вокзал, когда уже начался комендантский час. А уже был комендантский час в 92-м году. Я это точно помню. И я пошел там к комендатуру, говорю, вот так и так, как мне домой попасть? А там сидит такой комендант-чеченец, довольно-таки молодой, так с ухмылочкой мне говорит, ну вы знаете, пропуска на комендантский час, на период действия комендантского часа, выписывается до наступления комендантского часа. А вы пришли ко мне уже после наступления комендантского часа. Уже пропуск вы не можете официально оформить. Ну, то ли он на взятку намекал, то ли просто издевался, не знаю. Я говорю, ну что ж мне делать? И он такую фразу мне сказал. Ну, можете рискнуть пойти, если, конечно, дойдете. Такая вот усмешечка какая-то была. Ну, я понял, что лучше не шутить, потому что, думаю, подстрелят там по пути, и все. И я вот до утра сидел в здании вокзала, потом где-то часа в три, в четыре ночи вдруг начали, пришел какой-то как патруль, проверять документы. Меня, ну, это мне было 21 год, там молодой, сразу привлек внимание. Меня как-то они усердно смотрели документы, потом начали расспрашивать, цель визита в Грозный, зачем вы приехали. Я говорю, ну вот, я ж, видите, родом отсюда, родители здесь, вот к родителям в гости приехал. А в чем проблема? Ну, то есть придирались, так скажем. К другим так не было подробно, других так подробно не расспрашивали, как меня. Это был 92. Вот я еще хотела расспросить у вас про студенческие годы. Именно про студенческие годы и про ректора и эту историю, которую вы рассказали на Фейсбуке, потому что ее Светлана Ганнушкина даже комментировала, что действительно были притеснения, что ее знакомые помогали русским семьям. То есть она все-таки очень известный человек, и даже она комментировала у вас эту историю. Вот если можно, расскажите, как вы поступили, где вы учились, как вы узнали о смерти ректора, и что говорили тогда люди? Кто, как бы, по мнению людей, общество был виновен в его смерти? Ну, я-то поступил после школы на физфак Чечен-Ангушского госуниверситета. У нас основной учебный корпус располагался в микрорайоне, но, тем не менее, иногда мы ездили там, ну, документы какие-нибудь отвозили или еще что-то в центральный корпус, который располагался на улице Асланбека-Шерипова и пересечения с Ивановским переулком. И мы приехали утром, ну, по каким-то делам учебным, там как раз же эти выходные дни были, ноябрьские, а это был первый день, вот как будто бы рабочий, то есть учебный. И мы приходим, и я помню вот эти ступеньки, там колонны, такой вход очень интересный был, как подстарено. И вот там песком засыпана лужа крови. Именно песком ее посыпали, видно, чтобы она впиталась, в глаза не бросалась. А мы с однокурсником были, я говорю, нифига себе, а что произошло? Он, не знаю. Ну, и уже зашли внутрь, начали расспрашивать, а что же случилось, откуда кровь. Да это вот, говорит, тут вчера вечером Конкалика украли, а Беслиева убили. А Беслиев, он был, он преподавал у нас на физфаке, электрику я до сих пор помню. Он очень был хороший преподаватель, мы его очень любили. Он очень доступно объяснял, интересно. И вот, кстати, тоже интересный момент. Уже в 91-м такая вот проявилась тенденция при приеме зачетов, когда чеченцы-преподаватели более лояльно относились к студентам чеченцам, чем к студентам русским. То есть, ну, с них меньше спрашивали, так сказать, и могли поставить зачет за меньшие заслуги, так скажем, чем русскоязычному студенту. Вот это мы обратили внимание. Так вот, Беслиев как раз абсолютно вот этим не отличался. У него все были абсолютно, все были равны. И почему? Я лично очень уважительно к нему относился. Я его иногда даже там встречал на улице, и он прекрасно помнил в лицо своих студентов. Мы с ним разговаривали на улице несколько раз. И для нас, конечно, это было шоком, что его убили. А потом уже начали выясняться подробности, что Конкалику, вот как моему отцу говорили, что чеченский язык не знаешь, как ты можешь быть замдиректора. А тут ректор чечен Ингурского госуниверситета, еврей, и тем более не знающий чеченского языка. Ему тоже так же намекали, что ты должен эту должность освободить. Ну, вот были вроде бы как ему предложения в Сочи перевестись. Это вот я потом в мемуарах какого-то его друга читал, что он лично ему предлагал эту должность. Потом вот мне бабушка рассказывала, она знала его мать, они жили там рядом на проспекте Победы, что из-за нее он остался. Она у него парализованная была, и он вроде бы как, она не захотела переезжать, и он поэтому не перевелся в Сочи, а остался в Грозном. А дальше, ну, видно, намекали-намекали, человек не освобождает должность, решили решить проблему кардинально. И вот они после совещания выходили втроем, выходил Конкалик ректор, Беслиев проректор по учебной работе, и Косаков Анатолий Иванович, это был проректор по научной работе. И вот, когда они выходили, да, Косаков забыл портфель и вернулся обратно в кабинет, это его и спасло. А эти двое вышли, тут подскакивают какие-то вооруженные люди, а Конкалик был маленького роста, очень где-то метр шестьдесят примерно, и они его буквально за руки приподнимают над землей, хватают, тащат к автомобилю и засовывают в автомобиль. Беслиев, Беслиев, видя это, он, значит, кинулся на помощь ему, начал кричать, что вы делаете, и вроде бы, ну, такой разговор был, что он даже кого-то узнал и по имени назвал. Не знаю, насколько это правда, но такой разговор был. Почему, говорит, они его и убили, что он кого-то узнал. Но факт остается фактом, автоматной очереди его застрелили, Конкалика на машине увезли в неизвестном направлении. Потом через день или через два, я помню, было выступление Дудаева по местному телевидению, он сказал, что лично готов заплатить выкуп за Конкалика, обещает, типа, не преследовать похитителей, ну, что, типа, лишь бы вернули живым Конкалика. Но я вот, лично я сразу понимал, что это нереально, потому что у Беслиева были сыновья, они, конечно же, кровную месть объявили его убийцам. И если бы Конкалика отпустили живого, он, естественно, мог рассказать, кто его выкрал, ну, какую-то наводку дать на убийц Беслиева, и все равно сыновья Беслиева их бы нашли. Поэтому мы все прекрасно понимали, что Конкалика живым не отпустят. А дальше уже вот его там хоронили, потому что я как раз в 92-м году приехал на каникулы, и вот его хоронили из университета в Москву, отвезли его, вот то, что я его потом уже здесь в Москве и нашел. Ну, официальная версия была, что его убили прямо сразу после похищения, еще в ноябре. То есть, они как бы вот, нашли-то его уже летом 92-го, но экспертиза показала, что его убили сразу после похищения в ноябре. Просто человек был неугольный. Может, они и не собирались, кстати, изначально его убивать. Я думаю, это просто был акт такой запугивания. То есть, его, видимо, выкрасть хотели, напугать, ну, чтобы он однозначно уже ушел с этой должности, но пошло не по этому сценарию, пролилась кровь Беслиева, а дальше, я же сказал, его нельзя было оставлять живых, так как он мог помочь выйти на этих убийц Беслиева. И все. А так, может быть, он и жив был бы, если бы они Беслиева не убили, они, может быть, его конкаликой отпустили бы. Другое дело, что Беслиев повел себя очень, я считаю, высокочеловечно, ведь он в душе-то, я думаю, понимал, что если конкалик уходит с этой должности, то первый, кому предложат эту должность, ректора Чигу, это будет как раз Беслиев, проректор, чеченец по национальности. Ему как бы на руку было исчезновение конкалика. Вот если так, ну, нехорошо рассуждать, а чисто как корыстно. Да, а он все-таки, я считаю, поступил очень благородно. Но вы можете назвать время до войны в Чечне геноцидом? Или эта формулировка не подходит? Может быть, преследование, может быть, какая-то другая? Я бы сказал, не геноцид все-таки, а вот какое-то преследование, притеснение, я бы даже сказал, вот так вот, я точнее бы сформулировал, притеснение русскоязычного населения, притеснение. Потому что... Да, она сопровождалась в том числе и смертями людей. То есть, это не то, что просто там на тебя косятся и говорят нехорошие вещи. Да, иногда это касалось и смерти, заканчивалось смертью людей. Но вот в вашем районе были по соседству какие-то случаи бандитского нападения именно на русских, русскоговорящих и убийства? Может быть, вы просто знаете какие-то случаи именно по вашему району? У нас я точно помню в 92-м году я как раз приехал родителям на каникулы летом и во дворе прямо напротив нашего подъезда убили пацана, ну пацана как парня моего ровестика, может чуть моложе, там ему лет 18-19 было. Он вечером шел от своей девушки к себе домой и вот его прямо около подъезда как бы зарезали. А что далеко ходить? Господи, у меня в 93-м году тетю мою родную убили в Грозном на старых промыслах. Она жила где и вы, кстати, на Заветах Ильича, а работала вот в больнице, которая в начале улицы Завета Ильича по правой стороне как на старые промыслы ехать. Я номер ее не помню сейчас. Там больница была. Ну, если на автобазе, то номер 9. Вот. Ну, вот она в этой больнице работала, а жила она в районе Катаямы уже вот там пятиэтажные или четырехэтажные домики такие по правой стороне старый фонд. И вот она вечером возвращалась с работы. Ну, понятно, что никаких свидетелей ничего нету, но факт остается фактом, что домой она не пришла. Естественно, забили тревогу и уже утром обнаружили ее на этой остановке около больницы. Ну, ее, короче, ногами запинали буквально. Там живого места на ней не было. То есть, ее просто избивали ногами. Она, видно, упала и так далее. За что, про что, совершенно непонятно. Причем, тетка, она была такая, как сказать, острая на язык. То есть, если ей какое-то обидное слово кто-то бросил, она могла ответить. А ваши родители, они вообще как в Грозном оказались? У вас там давно жили предки или они по работе приехали? Нет, они все по работе приехали, причем со стороны мамы это получилось в конце 30-х годов. То есть, мама у меня тоже уже в Грозном родилась в 40-м году, но как бы ее родители туда приехали в конце 30-х только. А со стороны отца у меня просто дед на Ханкале служил, остался там жить и вот таким образом мой отец там оказался. То есть, корней там нет. но все-таки есть, если вы третье поколение, которое там проживало. Ну, в принципе, да. Я считаю... Нет, я всегда считал своим родным городом Грозный, как бы, я сейчас даже в январе, когда поехал, я даже попросил одноклассницу привезти меня к роддому, ну, это вот возле драмтеатра, который... Я там родилась, да, это первый роддом. Там все мы... Вот. Я хорошо помню, что там был вот этот новый корпус, который стоял ближе туда к драмтеатру, а во дворе был такой маленький двухэтажный корпус или даже одноэтажный корпус. И мама всегда говорила, что вот она в этом корпусе родилась, вот тетка моя родилась, я родился, сестра моя родилась. И вот я даже в январе в этом году специально поехал посмотреть, думаю, что ж там сейчас. Вот. Его, значит, этот корпус надстроили, он теперь так обшит совершенно другим материалом. Ну, он был старенький еще там до военного времени, а сейчас он такой более современенный. Портрет матери Рамзана Кадырова висит на торце здания. Ну, то есть этот корпус сохранился. А сейчас вот вы, когда ходили по улицам, там вроде как один процент, говорят, русскоговорящих, опять недавно приехавших по работе. Вообще вы встречали или только чеченоговорящие проживают сейчас? Я не встречал русских. Не встречал. Обычно меня, ну, я хотел вот на дачу съездить. У меня дача была, ну, если вы представляете, это вот где воинская часть была танковая на выезде из города на юг, если ехать, в сторону вот поселка Гикала, вот туда. Ну, не на Ханкалу, а чуть-чуть южнее. Вот у нас там дача была. И вот, когда я в 71-м году родился, дед посадил черешню, краса Кубани. Это такая желтенькая с красными прожилками, с розовыми. Вот. И она как бы одновременно со мной росла, и он всегда говорил, вот это твое дерево, ты за ним ухаживай, ты его собирай, плоды и так далее. И вот меня все эти годы, вот уже с 91-го года я там не бывал, у меня все вот за носа сидело, а как же это дерево посмотреть. И вот я специально даже упросил одноклассницу, мы на машине туда съездили, ну, к нашему дому, где я вырос, жил вот это, где богатырь, туда, на кладбище всегда езжу. А насчет жилья, вот все квартиры ваших предков, вот мои, все отжали, либо они были разбомблены. То есть одну у нас квартиру в Ичкерии в наглую отжали с вещами, мы просто туда пришли, а маме сказали, типа, все, теперь принадлежит Ичкерии, пошла вон. Вот, и даже не помогло заступничество друга деда, пожилого чеченца, Шамиля, многодетного. Вот, а, значит, две другие квартиры разбомбила российская авиация с самолетов, а наша квартира, где мы с мамой жили, она падала, падала, падала в маленький подвал, где там только кошка с собачкой забежит, не для человека, и в конце концов дом рухнул, хрущевка. Но вот компенсации я лично не получила ни за одну квартиру, потому что их восстановили дома, и там живут какие-то чужие люди. По какому праву они там живут? Почему они живут в чужих квартирах, и никто не ищет наследников? Ну, это как обычно, такое государство, как вы понимаете? Тут абсолютно такая же ситуация. Дело в том, что мои родители, они уехали в марте 93-го года, еще до войны, и они квартиру вот эту на Богатыре продали, и дачу продали, потому что отец еще после этого уже перестали покупать, сказали, вы и так их оставите. Но отец еще в 93-м году успел продать квартиру и дачу, а вот квартира обоих бабушек у одной в микрорайоне, а второй-то это сзади дома моды. Там уже, да, эти квартиры были разрушены в период боевых действий, потому что отец за ними приехал, когда вот первая волна первой войны закончилась, там небольшое перемирие было, это где-то весна 95-го, получается, да? Да, 95-го. Вот, 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 вот где-то в начале 95-го он приехал, их забрал оттуда, и вещей практически он никаких с ними не привез, единственное, он привез от бабушки, вот у меня до сих пор, это до недавнего времени стоял холодильник, бок которого был пробит осколком, и шкаф, потому что был шкаф такой старый, из Германии дед его привез после войны, из красного дерева он был, и он пробит насквозь был снарядом, то есть я его даже друзьям демонстрировал, как раритет некий, что вот смотрите, а так квартира вся выгорела, ну там вот этот шкаф, он только забрал, бабушка уж очень им дорожила, и заставила его, и холодильник, он ей, зил этот, так нравился, и он вот это вывез, а все остальное было брошено, никто никаких компенсаций, естественно, не платил ничего, все с нуля начинали. Ну, смотрите, дома со временем восстановили, Россия дала... Да, да, сейчас я ходил, эти дома смотрел, там сейчас живут, и в бабушкиной квартире живут, кто-то живет, не знаю кто. Но на каком основании, вот мне просто интересно, в наших, в моих квартирах, кто живет, они подделали договор купли-продажи, или на каком основании вообще люди там проживают? Нет, нет, мне рассказывали, там какая-то хитрая система была, значит, это мне знакомые уже из Грозного сейчас рассказывали, если, ну вот вы приехали, предположим, вы приехали в Грозный, вот эта квартира уже, ну, разбомблена, или там, и вы пишете от нее отказ, она вам в таком состоянии не нужна, и вам тогда за нее выплачивали какие-то деньги, чтобы вы могли приобрести недвижимость. Так вот, очень многие люди подделывали вот такие документы, что якобы от вашего имени вы им дали этот отказ, они вам деньги за это заплатили, и так далее. То есть, ну, по поддельным документам многие. То есть, это просто афера века, потому что сотни тысяч квартир. он может сейчас, нет, понятно, что если сейчас приехать и сказать, стоп, вот эта квартира моей бабушки, а на каком основании вы здесь живете? И посмотреть, что они предъявят, какой-то отказ, или там купчую, или там, я не знаю, дарственную, и так далее. Или вообще ничего не предъявят, скажут, нет, она стояла брошенная 20 лет, и мы ее заняли, потому что она стояла брошенная. И такое я не исключаю. Ну, просто в наглую отжали чужое жилье, вот как я это понимаю. И в любой стране, где есть право собственности, то всем наследникам должны были это вернуть. А там сейчас очень трудно доказать. Дело в том, что я когда вот уже здесь, в Жуковском, у себя квартиру приватизировал, а мне говорят, нужно предоставить справку, что вы раньше никогда, нигде не приватизировали квартиру. С 91-го года, причем за этот период. А я на момент уезда, отъезда из Грозного был прописан как раз у бабушки в этой квартире, вот сзади площади, то есть Дома Мира. И я говорю, ну вот все в Курске справки я предоставил, в Жуковском, а в Грозном нету справки. А мне говорят, нет, надо запросить Грозный, чтобы они сказали, что вы ту квартиру не приватизировали. Я написал туда запрос, и мне дали ответ, что абсолютно все документы по жилищному фонду за период начала 90-х годов уничтожены в процессе боевых действий. Поэтому не подтвердить, что вы там были прописаны, не подтвердить, приватизировали вы эту квартиру, не приватизировали, не представляется возможным. Вот и все. Дома моды. Сейчас доказать трудно будет, что эта квартира когда-то принадлежала кому-то. Да, вы просто чуть оговорились, это не дом мира, а дом моды. Дом моды, да, да, улица мира, да. Улица мира. Но у меня сохранился ордер на квартиру от 86-го года, в котором написано, что я проживаю там вместе со своей матерью. И моя подруга, мы с ней жили недалеко, приехала, ей было очень интересно, кто живет в новом доме, который восстановили на этом месте. Она постучала, вышел чеченец и сказал, что он уже четвертый хозяин, что квартиру уже 3 или 4 раза до него перепродавали. То есть на каком основании все эти люди там живут, он объяснить не смог. Ну, мне, кстати, в этот приезд в инваре рассказывали, что вот в последние годы были такие прецеденты, когда русские возвращались и говорили, опа, а что это вы живете в моей квартире? Те им предъявляли какие-то документы, именно поддельные, что там типа, вы же сами продали эту квартиру, причем уже не этим людям, а предыдущим как бы. И там доходило даже до судебных разбирательств, чтобы было понятно, что это, ну, липовые документы. Другое дело, что, как правило, ничем они не заканчивались, потому что доказательства трудно собрать. Они же могут сейчас сказать, видите, у вас ордер есть на вселение, они скажут, так вы в 95-м году нам ее продали. Вы скажете, да нет, не продавала. Они начнут доказывать, что продали. Ну, никто ж не связывает. Но нет же моей подписи ни на одном документе. Ну да, да, согласен, согласен. Ну, понятно, понятно, что судебная система, коррупция, в общем, ничего не докажешь. Это аферистическая, в общем, страна в целом и республика в частности. Да. Ничего не доказать. Но на самом деле там людям принадлежат сотни тысяч квартир, в которых просто вселились в наглую чужие люди. Вот и все. Да, они сдают сейчас очень активно. Это я в курсе тоже я спрашивал. Ну, как бы я даже неинтересно стало, за счет чего люди там живут, потому что работы там не особо-то много. И мне сказали, что большинство живет за счет сдачи квартир вот этих как раз захваченных квартир вот так вот, в аренду. Вот так. Вот у меня там в Грозном четыре квартиры моих, которые должны были быть моими. Никакой компенсации я не получала. Естественно, что продать их было просто невозможно и нереально, и никто их не продавал. И меня это так возмущает. И ведь я не одна такая. Сотни тысяч таких людей. Конечно, конечно. Просто смирились с этим. А наши сейчас и в Абхазии так. Вот мы в прошлом летом отдыхали в Абхазии, я интересовался этим вопросом. Там же русскоязычное население тоже в начале 90-х, когда там началась гражданская война, уехали. И сейчас многие возвращаются и тоже не могут ничего доказать, потому что им просто говорят, нет, все, поезд ушел, было ваше, стало наше. То есть это не только в Чечне. Я вот к чему подвожу. Да, насчет геноцида. Вот после первой войны у нас дело в том, что люди мало уезжали. Очень мало. И вы говорите, у вас знакомые уехали, а у нас наоборот. У нас было на 500 семей, может быть, там несколько десяток семей чеченцев. На огромный-огромный двор, там из нескольких хручевок и одной пятиэтажки. И люди не уезжали. У нас до войны уехала одна семья. И, соответственно, всю войну русские люди с детьми, молодые девушки, женщины, мужчины, старики, все вместе переживали именно под бомбами. А после первой войны стали происходить погромы. То есть врывались люди, избивали, не жалели ни стариков, ни детей, ни инвалидов. У нас там избили женщину с четырехлетним ребенком и ее мать 80 лет. Избили инвалидов. Просто вышвыривали из квартир. Очень хорошо, если живыми, и вслед летел паспорт. Некоторые буквально в комбинациях убегали по улице. И мы вначале не могли понять, в чем дело. У меня мать всегда ходила в огромном платке, в калошах. В общем, полностью мимикрировала подместное население сельское. Вот. Ну и, соответственно, меня нарядили с 10 лет в огромный платок. И, в общем, я спрашивала, что происходит, почему эту тетю бьют, кидаются вот посреди двора какие-то странные люди на каком-то другом языке говорят. Это даже другой чеченский. С гор какие-то люди. Даже не городской чеченский язык. Вот. Мама говорила, что, ну, там вот напали, вот как бы тетя, наверное, перед ними виновата. И самое интересное, другие русские молчали. То есть, одну жертву выбирают, начинают избивать посреди двора или вышвыривают из квартиры. Остальные делают вид, что это их не касается. Представляете? Да. И тут же вселяется чеченская семья в квартиру с вещами. То есть, за год у нас полностью поменялось всё население в нашем доме. И вот только вот дети русские игрушками играли, тут же уже чеченята, значит, сельские, которые по-русски вообще не понимают, они уже играют этими игрушечками. Вот было ли такое после войны в вашем районе? Были ли вы сами после первой войны у себя там? У меня вся моя родня вот сразу вот начало 95-го года уже уехали. Отец забрал их, бабушки не хотели, родители в 93-м уехали. И должен сказать, вот я по одноклассникам своим сужу, русским, они все ещё до первой войны оттуда перебрались. Подавляющее большинство. Поэтому мне трудно судить, вот даже их воспоминания, то есть никто вот из одноклассников русских уже в первую войну там не присутствовал. Ясно. Ну, значит, нам сильно не повезло. В общем, мы там присутствовали, и у нас были погромы, были убийства, убивали, горло перерезали, там могли 15 семям перерезать буквально за несколько дней, несколько ночей. Вот по району просто ходили, вот такие мстители, они себя называли. Просто в январе вот одноклассники, чеченцы рассказывали эти же истории, вот у них в подъезде, говорит, пришли русскую семью, ну, непонятно, выгонять, убивать там на пятом этаже, и они вот всем, говорит, подъездом их там пытались спасти, ну, отстояли, и они, говорит, конечно же, на следующий день уже уехали, потому что поняли, что уже ловить нечего. А это в каком году было? Это уже после Первой войны как раз. Вот, вот после Первой войны просто массово начались такие случаи, и мне бы очень хотелось поговорить со свидетелями, которые, как я, там были, потому что мне там было 10-11 лет после Первой войны, и я помню погромы, плач, крик, избиение людей, убийство, но это все, понимаете, восприятие ребенка. Я бы хотела со взрослыми поговорить, кому тогда было 40-50-30, а не 10, как мне. Потому что, другим словом, как геноцид лично мне очень сложно это назвать, то, что было после Первой войны. Я больше скажу тот интересный момент, я когда в январе этого года вот был в Грозном, ну, там, познакомился с чеченцами, они, ну, восстанавливают памятники на русском кладбище, центральном, который, где консервный завод, и мы с ними потом в кафешке сидели, разговаривали, они оба признались, что в Первую войну воевали против федеральных войск. Я говорю, а как, вот почему, и они оба сказали такую вещь, говорит, ты знаешь, мы Дудаева не любили и не поддерживали, но, когда Россия ввела войска, вот тут уже, говорит, сработал такой инстинкт, как это так, на нашу землю пришли, и мы пошли воевать. То есть, вот, такой интересный момент, почему еще люди воевали против российских войск, что на их землю пришли чужие, по их мнению. Не столько они Дудаева даже поддерживали, а сколько их вот это задело, на их землю пришли. Но это я понимаю, и это как раз очень понятно. А вот вырезать земляков, стариков и детей, это другой вариант, это совершенно не имеет отношения к защите своей земли. Это согласен полностью, другое дело, ну, вот анализируя все войны, приходишь к выводу, что любая война, она из любых людей делает зверей. и с одной стороны, и с другой стороны. И вот чем дольше эта война длится, тем больше жестокости на ней. А дальше уже война закончилась, а жестокость-то никуда не денется сразу, не испарится. И вот ее начинают вымещать тогда уже на беззащитных людях, которые рядом оказываются. Да, я думаю, что это правда. Вот она и происходит. То есть люди на войне становятся зверями, и дальше уже война закончилась, а инстинкт вот убивать, он еще долго сидит в человеке. И самое интересное, у нас приходили убивать и все это делать люди, которые в основном ни к какой защите Ичкерии не имели отношения, и дня не воевали с армией Российской Федерации. Они специализировались по старикам и детям по району. Ну, это уже как мародерство чистой воды. Да, вот такие, но это не все, это вот определенная категория людей, знаете, озверевших уже и таких осатаневших. Да. Вот, значит, вы оттуда уехали, как сложилась ваша жизнь в России? Я имею ввиду, государство помогало нам ничем, сразу скажу, но мы уехали в 2005-м, вы-то уехали раньше. То же самое, никто ничего не помогал. Слава Богу, что у меня дед был родом из Курской области, и вот то, что его родственники там, ну, дяди, тети, моего отца, там, двоюродные братья, двоюродные сестры, вот они нам и помогали. И благодаря им мы, собственно, и зацепились и удержались там, потому что, конечно, было очень тяжело. Я вообще в 91-м поехал-то один, родители еще в Грозном оставались, я просто учился там в Курске и снимал квартиры, а это было очень тяжело, ну, выдержали. Ну, то есть государство не предоставляло жилье, медицину, одежду, продукты? Нет, хотя отец, я помню, они в 93-м, когда с мамой уехали, отец пошел там в какой-то комитет или службу миграционную, не помню уже, но он получил удостоверение вынужденных переселенцев, это я хорошо помню, у него была такая корочка вынужденной переселенцы, и он надеялся с помощью этой корочки какие-то там, ну, не деньги, а что-то хоть получить или в очередь на жилье встать, ничего это не сработало, это я точно помню. Среди чеченцев есть такие мифы, они вообще занимаются мифотворчеством в Ичкерленде, в виртуальной Ичкерии, что якобы русские люди, которые уехали из Чечни, они получали великие блага, мы ночевали на улице и в бывшей конюшне, вы говорите, что вы не имели никакой помощи реальной от государства, но то есть по факту русскоговорящим или там смешанным семьям, в которые выехали из Чечни, помощи не было, то есть вы это подтверждаете? Абсолютно не было. Я и по одноклассникам своим служу, которые тоже тогда же уехали, до первой войны, они все делали самостоятельно, никто ничего от государства не получил. с велосипеды, но их рассчитар Meine Продолжение следует...